Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Мы рады приветствовать вас на информационном канале группы компаний ИнстаФорекс, с вами я, Екатерина Стихина. Второй день подряд доллар США продолжает демонстрировать рост по отношению к японской иене. Котировка пары USDJPY торгуется вблизи уровня 109.80. Для трейдеров нет никаких поводов покупать валюты тихой гавани. Тем не менее, инвесторы продолжают следить за развитием событий вокруг вероятности саммита между США и КНДР, который должен состояться уже на следующей неделе, 12 июня. Ну а пока трейдеры обращают внимание на макроэкономические события. Согласно данным от Тайшин, деловая активность в секторе услуг Китая выросла до 52,9 пункта, что полностью совпало с прогнозами аналитиков, а также с предыдущим значением. Тем временем, данные по деловой активности в секторе услуг Австралии зафиксировали резкое оживление. Показатель вырос в мае с 55,2 пункта до максимального уровня за все время ведения статистики – 59 пунктов. Однако это не помогло австралийскому доллару избежать коррекции. Пара Audi и USD покинула уровень 0,7660 и приближается к отметке 0,7630. Трейдеры воздерживались от покупок Ауси после решения Резервного банка Австралии сохранить процентную ставку на прежнем уровне 1,5%. При этом представители регулятора отметили, что текущий курс монетарной политики создает благоприятные условия для развития экономики страны, что служит намеком к намерению сохранить размер процентной ставки Центробанка еще довольно продолжительное время. Сегодня американский доллар также незначительно вырос, поскольку трейдеры ожидают публикацию важного индикатора по деловой активности в непроизводственном секторе, предполагая рост значения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова